В одном из многодневных походов, ну как многодневных, 4 дня, 3 ночи, мы пробовали, дегустировали сублиматы. Естественно, двигаясь по нашей красивой земле, наблюдая прекрасные пейзажи, мы нагуливали аппетит. Нагуливали аппетит, чтобы рассказать вам о сублиматах спорта Италии. Есть такой производитель с удивительно нестандартным названием для этой продукции. Со мной, как всегда, мой верный пёс, тактический лесной пёс Брэнд и мой товарищ Матвей. Матвей сегодня выступит в качестве эксперта. Вот мы остановились на привале попить чая. Матвей немножко смущен, ведь бегает, этот дядька тут с камерой, не даёт спокойно попить чая. Ну, молодец, терпеливо относился ко всему. Это наша экипировка, рюкзаки. Привал, осенний лес. Вот, приходилось много двигаться. Группа ховаря целый день пути. Собака меня не слушалась. Бегала по тонкому льду. Где-то проходила, где-то проваливалась. Конечно, такие минуты всегда переживаешь. Вопрос, за кого, за него или за то, что придётся раздеваться и идти за ним. Вот я провалился. Провалился, это уже не сразу началась съёмка. Бобровая такая туннель была, как я потом понял. Я когда провалился, у меня даже ноги не достали до дна. Я был, ну, немножко шокирован. Тут на мне навешано тяжёлый рюкзак. На груди экипировка. Вот там крутой берег. И я так двигаюсь в сторону. Ну, скажем так, был удивлён. У меня первый раз провалился вообще в тоннель, который прорыли бобры. На этой плотине, где мы остановились посмотреть. Вот вы видите. Вот. Только благодаря этой коряге, то, что я немножко на бок повернулся, я не ушёл вообще туда по поясу. Не знаю, сколько там глубина, надо было, кстати, замерить. Матвей терпеливо опять-таки шёл за мной и думал, что этого дядьку несёт в какие-то места такие. Ну, у нас такая погода получилась. Вот теперь большая. Мы ещё не знали впереди, что нас занесёт снегом. А пока мы шли по такой зимней осени. Болото, как обычно. Нагуливали аппетит. У нас вариантов нет, надо просто пройти метров двадцать. Матвей терпеливо шёл. Ну, и ваш покорный слуга испытывал новую обувь. Об этом будет отдельный разговор и отдельный обзор. Эти испытания носят некоммерческий характер. Я думаю, результат вам понравится. И много полезной информации каждый почерпьёт сам для себя. Это зимняя охотничья обувь на всякий случай. Ну, ладно. Сегодня мы про сублиматы. Мы продолжаем нагуливать аппетит. Когда я передвигаюсь по такой местности, всегда завидую своему собаке с его махноберцами. Матвей в военных берцах, в неманской фабрике. По-моему, они у него промокли буквально с первых шагов. Ну, что есть, то есть. Хотя он кожу обработал хорошо медицинским вазелином. Всё сделал грамотно. Ну, что делать? Швы и так далее. Нам даже не помешал вот этот вот кабан, который почил, наверное, смертью храбрых. Не испортил нашего аппетита. День подходил к завершению. Всё готово. Матвей предоставит информацию сейчас, расскажет о сублиматах, вот, о пасте Болоньезе, если я правильно ставлю ударение. Я думаю, всем вам понравится, и вы услышите реальную, достоверную информацию. У Матвей получилось на редкость. У меня никогда не получалось так ровно сразу сделать надрыв. Ну, что, вашему вниманию паста Болоньезе. Матвей, а что ты знаешь про пасту Болоньезе? Слышал что-нибудь вообще? Что это такое? Паста Болоньезе? Ну, прежде всего, это паста. Макароны по-нашему, да? Макароны по-флотски, но не простые, а с целым набором ингредиентов. Тут у нас, прежде всего, Болоньезе готовится на томатном соусе. Томатный соус – это ключевой ингредиент. В данном случае это и есть наша Болоньезе. Скажи, а почему ты выбрал именно это? Это, наверное, связано как-то с вкусами из детства или приобретенными вкусовыми предпочтениями по наличию томатов. Томаты, они же какую-то кислинку дают. Они дают кислинку, но при определенном виде приготовления эта кислинка уходит, как говорится. Тут дело вкуса. На самом деле это скорее приобретенный из, как говорится, из кетчупа в томатную пасту. Но, судя по запаху, я думаю, здесь все будет замечательно, потому что я вижу здесь достаточно мяса и достаточно томатного соуса. Ты первый раз будешь пробовать с этой марки сублиматы? Первый раз. Давай еще раз заглянем внутрь. Выглядит аппетитно. Ну, судя по тому, что здесь протертые томаты, как ни странно. Морковь, сельдерей, соль, перец, базилик. В принципе, тот самый набор для баланеза. Скажи, а ты будешь готовить себе? Вот там на упаковке 2 плюс-плюс, то есть как бы 4 порции. Все понимают, что ты маленького роста. Чуть я не с повадку роста. Скажи, вот, чтобы тебе покушать, какую ты порцию хочешь съесть? Пополам поделить ее, наверное, да? Или как? Пока что поделить пополам. Может, чуть-чуть меньше половины, чтобы понять, как она будет заполнять желудок. Сколько там по инструкции идет на всю порцию воды? На всю порцию воды 700-700 миллилитров. Но я думаю, можно немного меньше, чтобы оно все впиталось. То есть где-то 550. Как таковых. Того, если пополам, это 250 миллилитров воды, да? Да, как чашка. Будешь пробовать. Ну, хорошо. Будем пробовать, посмотрим, что получится из этого. Там, наверное, заглянем, вода уже закипела. Останется только нам понять, как отмерить 250 миллилитров. Чем-то похоже на чипсы с томатом, честно. В инструкции написано «восстановленный продукт». Знаешь, что такое «восстановленный»? Это очень важно. Восстановленный. Это не то, что взяли какой-то и восстановили его. Ну, логично. Восстановленный – это значит готовый продукт. То есть его готовить не нужно. Но, как я всегда говорю, у каждого своя рецептура. Когда готовишь в кружке, там, не в пакете, там, на огне или еще что-то, ну, по-разному. Где-то что-то чуть больше выпаришь, где-то чуть больше добавишь. Каждый по своему вкусовому предпочтению. Чипсы напоминает, да? Так, может, и готовить их не надо? Только пиво с собой брать вместо воды. Не, ну, можно и пиво, можно и с рыбой. Но, как говорится, тут у нас уже есть все. И говядина, и макароны. Так, походу, уже закипает наша водичка. Вот-вот, да? Сейчас будем добавлять туда макароны. На глаз половину, да? Да, уже на глаз проще. Честно говоря, всегда оно так немножко, если полностью пакет не использовать, ну, как поделить на пол? Не носишь же с собой мерные стаканы, бесконечно. Хотя на посуде есть мерка. Значит, что у нас написано? Перемешать. Перемешать, оставить на 5 минут, потом еще раз перемешать, и через 10 минут оно должно быть готово. Так, давай-ка, мне сейчас крышка нужна. Придумаем что-нибудь с крышкой. Ну вот, прошло 4 часа. Да, Матвей? А что 4? 6. Будем пробовать, что посмотреть. Или еще раз помешать надо, может подогреть. Давайте глянем, что у нас вышло. Это же не пакет. Опа, аж вакуум образовался. Опа, аж вакуум образовался. О! Сейчас перемешаем. Давай. Мне кажется, оно готово. Я предлагаю попробовать, и потом больше определить, можно надо еще или нет. Ну что ж, тестируем. С Богом! Не, пахнет очень приятно. Или еще подогреть? Макароны отлично дошли. Говядина сейчас уже минутка, и она будет вообще отлично. То есть еще надо, чтобы чуть-чуть потомилась, да? Буквально минуты-полторы. Может остынет через меру, поставить на печку? Можно поставить даже на печку, хотя не думаю, что остынет. Может пригореть, хотя влаги там достаточно. Немножко. Буквально минуты-полторы, макс. Да-да-да. Так. Я поставлю здесь сверху? Да-да. Наступает момент истины. Матвей, говорим только правду, да? А как иначе? По традиции. Слегка увеличилось в объеме даже, как мне кажется. Но я могу сказать, что выглядит аппетитно. Более чем. Ну, давай. Шамону. Я не буду снимать полностью, как ты кушаешь. Первые пару ложек, чтобы можно было сказать, что и как. Естественно. кислоты томатной нету, но есть именно такой хороший вкус томатов. Что еще? Говядины здесь более чем достаточно. Особенно в сравнении с тушником вчерашним. Соль в меру. Перец есть. По специям все хорошо. Вот морковка. А ты любишь подсаливать пищу, да? Иногда она здесь. Я видел, что ты соль был приготовил. Это я на всякий случай. Но здесь не нужна соль. Здесь ее именно в меру. Вот прям та самая хорошая грань, когда она уже соленая, но еще не такая вот уже, что прям вот соль перебивает вкус. А скажи мне, вот традиционно так, если сравнивать с домашней едой, в чем отличие? Отличие в том, что в домашней еде обычно намного больше соуса. Но здесь он как бы, ну не знаю, куда его пихать. Но это дело, наверное, рецептуры. Да, дело рецептуры. Но в случае сублимата это баланьеза. Я назову это баланьеза. Потому что, да, конечно, здесь не вся палитра его вкусов, но это максимально приближенный вариант. И здесь очень хорошо чувствуется говядина еще за счет этих томатов. Поэтому я бы сказал, что здесь это на 80,5. На 10 это уже домашнее идет. Здесь никуда не уйдешь от этого. Ясно. Ну здорово. Приятного аппетита. Благодарю. Матвей, 50% пищи уже переварено. Мы уже подвели итог. Ты уже сказал свое мнение. И в процессе переваривания захотелось еще очень коротко выслушать твое мнение. Плюсы, минусы. Плюсы, минусы. Ну, начну я, наверное, с минусов. Когда слышишь слово баланьеза, ты резко представляешь, что это вот томатную пасту, у которой много томатной пасты, этой вот субстанции, которая дает очень много вкуса. Этого, я думаю, в случае сублимата сделать почти нереально. но, как для меня, это был единственный минус. Плюсы. Оно вкусное даже без воды. Ты его ешь, как чипсы, и такой к пиву пойдет. В случае готовки 15 минут, и оно буквально готово. Может быть, на 2-3 минуты больше, чтобы оно просто чуть больше впитало в себя воду. В случае с водой я не доливал миллилитров 50 или что-то около того. Оно полностью впиталось, стали прекрасные макароны. Это тоже плюс. То есть, там не было такой вот водички. Самые главные плюсы это вкусно, это нажористо, это легко, потому что он весит совсем ничего в рюкзаке. По соли и специям, именно по перцу баланс отличный. Вопросов к нему нету. Я человек, который любит соленое, но мне было в кайф. И, что я еще могу сказать, там много говядины. Это самый главный плюс, потому что, когда ешь обычную кашу гречневую с говядиной, ты чувствуешь кашу гречневую и жир говяжий, и пару волокон какой-то говядины. А здесь ты чувствуешь много вот этой вот говядины, говяжьего фарша, которая придает сил, бодрости. И заряд духа на следующее приключение. Поэтому я оцениваю все же на 9 баллов это блюдо. Из 10 баллов? Из 10 баллов. Товарищем бы посоветовал свое? Однозначно. Без вопросов. Серьезно. еще будет гороховый суп. Но мы тоже ждем. Ребята, вот объективное мнение вы послушали. Реально. Не хочется делать никакую рекламу. Хоть и пытаемся мы торговать этим делом. Просто пробуйте и высказывайте свое мнение. Я уверяю вас, вы не пожалеете. Паятьте человеку, у которого 35 лет опыта за плечами от обыкновенной тушенки, заканчивая сухпайками разного калибра. Всего вам доброго. Берегите себя. И всем активного долголетия.